Иван Рышавец с грустью вспоминает день, когда похитили любимого питомца, собаку по кличке Бетти. В субботний августовский день он вместе с сыном отправился в магазин за покупками и, как обычно, оставил ее на привязи у входа. Спустя всего несколько минут он заметил пропажу своего домашнего животного. На этих кадрах видно, как неизвестный мужчина уводит любимца семьи в неизвестном направлении. Я подумал, может быть, Бетти убежала, там еще что-то. Сначала этот вариант. На нее не похоже, но все может быть. Потом смотрелся вокруг нигде нет, отвел сына домой, приехал обратно уже на машине в магазин, поднял камеры. Увидели, что человек забрал Бетти, дальше вызвали полицию. История похищения быстро разлетелась по социальным сетям. Неравнодушные граждане расклеивали объявления, отслеживали перемещение похитителя по видеокамерам, передавали информацию по общим чатам. Спустя несколько дней Бетти, наконец, удалось вернуть домой. Владельцу собаки поступил звонок, которым ему сообщили, где вор мог оставить собаку. История про украденную Бетти вышла далеко за пределы химок. Но тому Кинс Чарльз Пенелю повезло. После большого общественного резонанса собаку все-таки вернули владельцам. Но в случае, если похититель уверял бы, что это именно его собака, именно чипирование бы стало выходом из подобной ситуации. Вот так в парке Толстого развернул свою работу мобильный офис Государственной ветеринарной службы. Акция, инициированная Министерством сельского хозяйства Московской области, призвана помочь владельцам пушистых друзей не потерять любимца. Для этого хвостатых чипируют. А еще здесь можно вакцинировать своего питомца. Ай, мамочка. Ай, моя девочка. Ежегодные прививки необходимы, считает житель химок Виталий Бучнев. Для его собаки Альмы, которая легко перенесла процедуру чипирования, это уже не первый поход к ветеринару. Прививки постоянно делаем. Сегодня вот приехали сделать чипирование новости. Периодически смотрим, что это будет все-таки в обязательном порядке. Немного подробностей. После процедуры чипирования сведения заносят в региональную базу. Специалисты вносят изменения в паспорт животного, а владелец получает регистрационное удостоверение через портал госуслуг. Это подкожная инъекция, внедрение микрочипа туда. Это ни в коем случае не GPS-трекер, ни прочее, а это уникальный идентификационный номер, который состоит из 15 чисел. Иван Рышавец теперь снова гуляет в парке вместе с сыном и любимицей Бетти. Группу в социальной сети, которую он создал для поиска своего пушистого друга, после того, как Бетти нашлась, он передал волонтерам, которые помогают людям в поисках пропавших домашних животных. Ну, тут, наверное, ощущение чуда, потому что это реально. Найти в стогу сена иголку – это непросто. И, ну, и момент, наверное, освобождения от той ноши, что пропал друг и друга нашли. Наверное, в дальнейшем история будет с чипированием наших следующих животных. Ветеринары поясняют – процедура чипирования полностью безопасна для четвероногих. Акция «Не потеряй пушистого друга» будет проходить до 6 октября в 14 парках Подмосковья. Все процедуры полностью бесплатны. Единственное, за что придется заплатить – это сам чип, стоимость которого 352 рубля. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, Новости, Химки ТВ.